В итоге рассмотрели, не отменили, по-моему, один раз председателю писали еще, это в самой крайней инстанции Верховного Суда. Да, председатель и президиум Верховного Суда. А во сколько вы оцениваете затраты, связанные с прохождением дела до Верховного Суда, по рыночной цене? Если вы, ну скажем так, затраты в виде потери рабочего времени стороны спора или оплаты услуг юристов, адвокатов? Ну, само собой, там написание жалобы. А если участие, то вообще самонаряд жалобы? Ну, если еще в Москве, а если назначить еще участие? Нет, нет, а имеете в виду, вы имеете в виду за все дело, начиная с первой инстанции? Да. Ну, так, во-первых, по времени года два, во-вторых, по... Ну, по второму еще. Ну, как стараться, знаешь. А во-вторых, по материальному, конечно, это все тоже. Веде посленные. Если я правильно вас понимаю, год работы юриста может стоить примерно 120, а то и 200 тысяч рублей. Ну, рыночные цены варьируются. Вот, уважаемые коллеги, когда мы производили общую оценку затрат на рассмотрение споров, разрешаемые государственной судебной системой, это 30 миллионов споров ежегодно, мы пришли с вами к осторожней, консервативной оценке 3,6 триллионов рублей ежегодно. Старка тратит общество на рассмотрение споров через традиционные методы. При этом вот этот огромный рынок конфликтов, он остается до сих пор терра инкогнито, неизвестный для медиации и третейского разбирательства, который практикуется менее чем в одном проценте случаев. С одной стороны, некоторые наши коллеги говорят, это удручающая ситуация, но я принадлежу, лично я, к небольшому количеству оптимистов, которые говорят, так это замечательная ситуация для того, чтобы осваивать этот рынок, ранее не освоенный. Постарайтесь просто рассказать целевой аудитории о преимуществах обращения к альтернативным способам урегулирования споров. Посмотрите, пожалуйста, следующий слайд, шестой. Третьейский суд происходит от греческого слова ad bitere. Подходить, являться в качестве свидетеля. Все очень просто. И на самом деле Третьейский суд, пожалуй, даже более древний институт, чем государство. На месте Третьейского судьи выступали старейшины, уважаемые люди, бии в случае республики Казахстан. У кого-то очень громко включен микрофон, и поэтому происходит самовозбуждение. Чуть-чуть громкость микрофона уменьшите, пожалуйста. В случае, в другом случае, это адаты на Северном Кавказе, или аксакалы в Кыргызстане, в Таджикистане и так далее. В любом случае, Третьейский суд – это очень древний и многим понятный институт конфликта разрешения. Уильям Юри, которого мы проходили с вами при рассмотрении Гарвардского метода принципиальных переговоров, заметил, что многие африканские племена бушменов, несмотря на крайне примитивную экономику, имеют довольно сложные обряды урегулирования споров, возмещения причинённого вреда, восстановления положения существовавшего до, например, конфликтной ситуации, настолько, насколько это возможно, реституция и так далее. Вот эти многостадийные способы урегулирования споров, они для многих народов и в Российской Федерации, и в Республике Казахстан тоже очень характерны. И, между прочим, они вызывали довольно большое доверие у тех же российских купцов, которые в условиях выбора предпочитали обратиться к кому? К БИЮ, потому что БИ мог разрешить спор в одной инстанции, и это решение сразу приводилось в исполнение путём обращения взыскания на коней.